Субтитры создавал DimaTorzok Больше нравится сидеть дома с внуками, отдыхать за женой и следить за успехами детей. «Я едва по сцене передвигаюсь, танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляю. Все. И потом постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — подчеркнул Боярский. Михаил Сергеевич уверен, что уже сделал достаточно для отечественного кинематографа. Настало время посвятить себя близким. Боярский российский и советский актер, кумир нескольких поколений, который исполнил более 60 ролей в фильмах и сериалах, поистине народную любовь ему принесла роль Д'Артаньяна в фильме «Д'Артаньяна. Три мушкетера». Также он сыграл в таких картинах, как «Соломенная шляпка», «Старший сын», «Собака на сене», «Гардемарины вперед» и «Виват Гардемарины», «Узник замка Ив» и «Тарас Бульба». Добавим, что Михаил Боярский жалеет, что мало времени проводил с близкими, при этом актер старается не вмешиваться в дела своих родных. Главный мушкетер страны живет в Санкт-Петербурге и не думает о переезде в Москву, хотя его туда неоднократно приглашали режиссеры. Сейчас 73-летний актер предпочитает проводить время с родными и близкими. Иногда Михаил Сергеевич выбирается в театр, чтобы посмотреть на игру коллег. Недавно он побывал на спектакле с Алисой Фрэндлих, которая старше его на 15 лет. «Она молодец, гораздо моложе, чем я. Недавно специально пошел посмотреть на их работу с Басилашвили. Они не такие уж молоденькие, но гораздо моложе своих лет. Мне такую фору дают. Я по сцене едва передвигаюсь, мне танцевать тяжеловато и петь я не всегда могу из-за связок», – признался Боярский. Он отметил, что не разбирается в новых сценариях, ему больше неинтересно сниматься в кино. После коронавируса Боярский так и не оправился, при этом актер не отслеживает и карьерные достижения своей дочери, хотя до недавнего времени все было иначе. «Раньше бывало, с Лизой спорили. Я пытался ей что-то подсказать, а потом сказал все, что вы делаете, мне неинтересно. И все споры закончились», – пояснил Михаил Сергеевич. «У кинозвезды сложились теплые отношения с зятем Максимом Матвеевым, который в последнее время все чаще поражает сменой имиджа. «Я спокойно к этому отношусь, не волнуюсь за него абсолютно, он это делает для профессии, явно совершенно не просто по дуре. Собственно, в этом есть часть профессии – попытаться найти в себе кого-то еще», – отметил Боярский в интервью. Субтитры создавал DimaTorzok